Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Epoca 2008 года выпуска. Двигатель 2.5, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 185 тысяч километров без малого. Заменю на этом автомобиле сегодня передние тормозные колодки вместе с тормозными дисками. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и снимаю суппорта. Поднял автомобиль, снял колеса, вывернул колесо вбок, чтобы удобнее было. Откручиваю оба болта. Снимаю суппорт. Направляющие ходят. И одна, и вторая. Я их сниму, поменяю смазку. Также снимаю колодки. Выработка на диске уже большая. Вот что он говорит, металлом заскребло, может быть, со второй стороны. Песку он еще даже не достал. Но здесь выработка миллиметра по 3, наверное. Откручиваю скобу. Головка на 17. Головка на 17. Головка на 17. Головка на 17. КОНЕЦ Сразу снимаю тормозной диск, откручиваю болт. Точнее сказать не болт, а винт. Крестовая ударная отвертка. Не хочет. Куда она денется? Ударная. Есть ударная. Просто-напросто заржавела. Диск под замену. Чищу немножко ступицу на посадке. КОНЕЦ Ни одной смазкой. Беру новый тормозной диск фирмы SunShing SD3007. И устанавливаю его на место. К сожалению, винта нового в комплекте нет, а у меня с Патаем в наличии нет. Вовременно я пока установлю старый винт. КОНЕЦ 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 Снимаю направляющий. Вместе. Смазкой подсохла. Бортиком изнутри держится, а потом направляющий как бы расклинивает. Чищу пока вместе со скобами. КОНЕЦ 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 Теперь пружинки снимаю. И чищу саму скобу в этих местах, где пружинки установлены. Все, посадочные места вычистил. Всю саму скобу чистить не буду, этого не нужно делать. Вычищаю внутри старую смазку остатки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смою очистителем тормозной системы. Продолжение следует... Зазвонил телефон и отключилась камера. Скобы пружинные я вставил. Продолжение следует... Чищу направляющую. Направляющая... Поношенная, но выработки нету. Просто отполированная. Чищу посадочная под пыльник. Чтобы не было ни грязи, ни смазки. Чтобы пыльник ровно сел. Чтобы все чистое. Одеваю. Одеваю. Старую смазку. Вытряхну. Из пыльника. Одеваю. Одеваю пыльник на тряпочку. И по тряпочке старую смазку все. Растираю. Оставляю на тряпке. Все. Пыльник чистый. Одеваю его на место. Поправляю. И точно так же второй пыльник. Поправляю. Все. Пыльник внутри чистый. Тоже одеваю его на место. Поправляю. Также чищу вторую направляющую. Посадочная, подпыльник. Все, направляющая чистая. Беру ТРВ, ПФГ-110, смазываю направляющую. Сверху. И завожу пыльник. Все, мягко ходит. Также вторую направляющую сверху. И завожу в пыльник. Мягко ходит и здесь, и здесь. Устанавливаю скобу на место. Мягко ходит. Беру новые колодки. Новые колодки фирмы Саншинг. СП-1193. С пескуном, что был сверху, беру. Вот так вот вставляю ее на место. Наружная колодка идет без радиатора. А вот до этого стояла колодка с радиатором, а здесь почему-то нету. Снимаю отсюда радиатор. И устанавливаю на новую колодку. Теперь поршень немножко протру. поддеваю пыльник. И добавляю туда немножко смазки Феби. разгоняю ее. И утапливаю поршень. Убийник. Поршень. Играет корень. Играет зубы. Играет зубы. Алина. при этом проверяю уровень тормозной жидкости сказал проверяю уровень тормозной жидкости и пошел посмотреть побежать не побежал но его под самую завязочку откачиваю и еще увидел жидкость черная жидкость нужно будет менять хозяину скажу ближайшее время заменим откачиваю лишнюю жидкость жидкость качал додавливаю поршень он не до конца уже проверяю пыльник у меня не торчит беру устанавливаю цилиндр на место и наживляю все на этом колодке я заменил она аналогичным образом я меняю со второй стороны одеваю колеса опуская автомобиль и нажимаю на педаль тормоза несколько раз чтобы убрать вот этот свободный ход и на этом замену колодок я закончил всего вам доброго